ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт». Проспект Ильича, 21. Вход со двора. Ноги хотя бы, потому что холодно у меня. С сосудами-то как-то не очень хорошо. Держать ноги в тепле – совет от известного полководца Александра Суворова Татьяна Сухарева считает верным как никогда. А потому женщина спит под несколькими одеялами. Днем ее спальня успевает прогреваться до плюс 20 градусов, а ночью медленно, но верно комнаты остывают. Вчера солнышко было, сегодня так вот как-то не так. Квартире-то холодно ведь. Скажите, что очень холодно. А вот было пасмурно, дождь, о, сразу остывает все холодно сразу. Особенно ночью, так вот утром, вообще утром уже низкая температура. Ну, вообще монетально все остывает. Отопительный сезон в этом доме по адресу Вайнера 45А начался точно по графику. Впрочем, продолжался недолго. Спустя пять дней батареи вновь остыли. Люди и домашние животные спасаются как могут. Любимица Татьяны Нюша весь день исходит с нагретого места. Причина проблемы – порыв на теплосетях. Специалисты ресурсно-оснабжающей компании работают в круглосуточном режиме, устраняют возникающие аварии, параллельно продолжают подготовку к запуску систем отопления многоквартирных домов. Был график, расписанный на две недели. В связи с тем, что сейчас холода, запускаем вперед графика. Чуть больше половины жилого фонда заполнено. Вчера мы перешли полностью город-разделение на две части. То есть мы на зимнем режиме набираем расходы. То есть основных, как скажем, препятствий для запуска домов технических нет. Работы ведутся по всему городу. Согласно графику, последними должны быть подключены дома в районе Хромпик. Однако тепло здесь уже начало поступать сегодня. В усиленном режиме работают и все управляющие компании. Так специалисты Домплюс планируют открыть все задвижки на домах подведомственного имжилфонда к концу этой рабочей недели. По состоянию на 20 сентября было запущено 135 многоквартирных домов. План на 21 сентября запустить еще 22 многоквартирных дома. Это дома от ЦТП номер 27, район Советская, Ватутина, Космонавтов. Все заявки, поступающие от населения, фиксируются и передаются бригадам для обработки стояков. По мере того, как температура за окном становится все ниже, в офисах управляющих компаний телефоны накаляются. У кого-то не нагрелись батареи в комнате, у кого-то на кухне. Специалисты советуют набраться терпения. Прочем обратить внимание, что после подключения дома может потребоваться удаление воздуха из стояков от опления, чтобы тепло появилось во всех комнатах. С большой нагрузкой на телефонной аварийной диспетчерской службы сообщаете о проблемах в личном кабинете. По данным технического директора Первоуральских теплосетей, отопление уже подано на половину жилых домов Первоуральска, а это 560 многоэтажек. Все вопросы по запуску тепла горожане могут адресовать специалистам своих управляющих компаний. Если там вдруг не слышат, в городском управлении ЖКХ работает горячая линия. Подобная же линия открыта и в прокуратуре Свердловской области. Юлия Данилова, Владимир Махмутов, Интера ТВ.